Дорогая Церковь, мы с вами слушали Слово Божье, то, что записал пророк Наум. Также предлагаю обратиться к другому пророку, это пророк Исаия. Мы будем читать 42 глава с начала этой главы Исаия, 42 глава с начала этой главы. Это свидетельство о нашем Господе Иисусе Христе, то, как о Нем говорил Отец, называя Его отроком Своим. И мы читаем слова. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не возопиет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда. И на закон его будут уповать острова. И знаете, когда мы читаем эти слова, которые пророк Исаия записал за сотни лет до того, как это все сбылось, то лично у меня складывается впечатление, что Отец Небесный, для Него это было очень важным событием, которое Он наблюдал уже вот от вечности. Еще когда Он создал этот мир через Иисуса Христа, когда все было прекрасно, но уже тогда Господь, мне кажется, Он видел и созерцал вот это событие, которое должно однажды произойти во Вселенной. И еще Адаму и Еве, Он другими словами указывал на Иисуса Христа, Он указывал на Мессию. Здесь пророк Исаия говорит, что придет отрок Мой, которого Я держу за руку. И эти слова цитируются один в один уже в Евангелии. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 17 стих. Матфей пишет, да сбудется реченое через пророка Исаию, который говорит. И он цитирует вот эти слова пророка Исаии. Знаете, на тот момент события, которые описаны в 12 главе Матфея, Иисус Христос, Он не был уже отроком по физическому своему возрасту. Ему было лет 30, когда Он вышел на служение. Но почему же Он здесь называется отроком? Я думаю, что Господь, Слово Божье, они указывают нам на то событие, которое однажды в истории Израиля произошло, и через которое Господь снова-таки указывает на жертву Иисуса Христа. И когда мы читаем Бытие, читаем историю об Аврааме, 22 глава, то мы видим, как Господь повелевает Аврааму также принести в жертву своего сына отрока. И там Авраам, он повинуется воле Божьей, он совершает это путешествие на гору, и выдерживая вот это испытание, Господь останавливает его. И мы читаем слова, это Бытие, 22 глава, 11 стих. «Но Ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам». Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Друзья, что хотел Господь узнать об Аврааме через вот это испытание? И здесь мы читаем ясно, Господь хотел узнать, и Он говорит, «Теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Друзья, а что Бог хотел, чтобы мы узнали о Боге через жертву отрока Божьего? Что Господь хотел, чтобы мы узнали, когда мы смотрим, читая Евангелие, слушая Его, читаем о том, как отрок Божий, Иисус Христонс, был принесен в жертву на кресте Голгофы? Я думаю, очень важную истину Господь через это преподает нам. Иоанна 3,16 мы знаем, «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Знаете, Господь хотел, чтобы мы, взирая на отрока Божьего, нашего Господа и Спасителя, поняли одну очень важную вещь. Господь очень сильно любит нас. И может быть, сегодня в этом зале есть люди, которые состояние ваше подобно действительно трости надломленной, или льну курящемуся. Мы знаем, как чувствует себя человек, который действительно сломлен, может быть, жизненными обстоятельствами, может, еще чем-то. Да и большинство из нас, когда приходили к Господу, наше состояние было подобно надломленной трости, когда наши основания поколебались, когда мы не находили нигде опоры, когда казалось, что все идет против нас. И здесь Слово Божье говорит, что так возлюбил нас Бог. Он ради нас отдал очень ценное. И знаете, в этом пророчестве также говорится о том, что этот отрок Божий, он возвестит народам суд. И этот суд, он не будет воинственным. Этот суд не будет таким грозным. Написано, он не возопиет, не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах. В том смысле, что он не будет поднимать никакого восстания, никакого бунта. Он не будет устраивать революции. Но он, написано, доставит суду победу. И мы читаем 4 стих, Исайя 42,4. «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». И действительно, этот суд он утвердил. Он утвердил его своей жертвой. И был момент, когда в Евсиманском саду эта борьба достигала апогея, кульминации своей. И Христос был оставлен всеми. Он судьями земными был предан на поругание, на смерть. И мы видим, что как и в те времена, так и в наши времена, действительно, земные суды, они не идут ни в какое сравнение с судом Божьим. И очень мало истины можно найти в суде человеческом. Но Господь производит свой суд. И этот суд удивителен. Этот суд пал не на нас. Он пал не на этот мир. Но он пал на отрока Божья, Иисуса Христа. В нем грех был осужден. В нем была одержана победа. И сегодня на эту победу во всех народах находятся люди, которые уповают на эту победу. Как мы читаем, действительно, пророк Исаия говорит, и на закон его будут уповать острова. Закон любви Божьей. Любви, которая сегодня изливается в сердца человеческие Духом Святым. Любовь, которая сегодня принимается просто, без всяких условий, по вере. По вере в жертву Иисуса Христа. И сегодня мы собраны здесь, чтобы вспомнить эту победу. Друзья, сегодня великая для нас радость, то что не нужно больше приносить никаких жертв. Не нужно приносить ни агнцев, ни волов, ни голубиц и горлиц. Не нужно. Христос говорит только одно. «Сие творите в мое воспоминание». Господь все уже совершил. Его тело было преломлено. Его кровь была пролита. И знаете, может быть, в малой степени сегодня Господь судит нас. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Господь все совершил. Итак, церковь дорогая, сегодня давайте мы прославим Господа за эту победу. Сегодня мы давайте проверять свои сердца и благодарить Господа за ту жертву, которую Он совершил ради нашего спасения. Господь хочет, чтобы мы всегда помнили самое важное. Ибо так возлюбил Бог этот мир. Ибо так Бог возлюбил лично меня и каждого из вас. Отдал своего отрока на эту смерть, на эту жертву. И сегодня наше сердце пусть будет благодарным Господу за это. Давайте прославим его в молитвах наших. Аминь. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...